Я вспоминала об этом, только просто. Это я. Ну что, поделитесь своими опишениями. Как-то непонятно. Как-то непонятно. У кого, кто сейчас, думая об этой ситуации, думает, что не так уж она и велика? Ну я уже так думаю. Угу. Я не определяю себя. Не определяю себя. Не идти не за этим. А я увидела, допустим, что я пыталась решить эту ситуацию теми способами, которые я и создала. Тем же поведением, ну, своим другим, таким же поведением. Угу. Тем же инструментами, которые она создавала. Да. Ну, теперь все маги, да? Да. Ну, я могу сказать, что я вот так ощутил, что масштаб разбивки изменился. Я стал как-то более отстранённо и так более масштабным. как-то видеть всё в целом, скажем так. Более комплексное какое-то видение появилось, да? А скажите, да, хочу вас предупредить ещё, что процесс, который запустился сейчас, он будет идти какое-то время. Это не значит, что то, что здесь произошло, это вот как бы точка. То есть мысли будут какие-то приходить, какие-то, не знаю, озарения, может быть, может быть, что-то приснится. Обращайте, пожалуйста, внимание на ваши сны и на то, как себя чувствует ваше тело. Замечайте. Мне очень хочется вам сказать. Замечайте, пожалуйста, ваши новые сигналы телесны. Потому что они будут. Тут только задача зафиксировать. Я в этой ситуации раньше вела себя так, я теперь уже знаю, как. Вот сейчас что включается? Не факт, что новая стратегия сразу победит старую. Это правда. Но осознание будет другое. И тело ваше будет вести себя всё же несколько иначе. Арина, у тебя был какой-то комментарий, так скажи? Я себя не чувствую, папа. Я прочувствовала все роли, мало не чувствую. Ну, кем ты себя чувствуешь прямо сейчас, когда это говоришь? Ну, хорошо. Мы не требуем ответа. Это ответ не на публику, да. Просто подумай. Линечка, а если я в какой-то роли вообще не можешь себя почувствовать? Какой-то? Вневинной. Что-то было оказалось неожиданным, да. Ну, Маша, у меня ощущение такое, что было, что я могу это визуально, как внешне, показать, что да, я, ну, я не вообще. Но внутри я всё равно знаю. И вот это ощущение, я от него избавиться не могу. Что я знаю, что это, ну, как бы, есть, и что проблема, и что это. И, как бы, вот я не смогла в состоянии такого чистого, чистого невинного, да. Это на самом деле условно чистая невинность, да, почему? Мы так или иначе периодически входим в эти, не-не, я ничего не вижу, ничего не замечаю, всё хорошо на самом деле, там где-то что-то противно мучает, да. А, не-не-не, нет, только это хорошие люди, это прекрасная ситуация, это, я прекрасно поступил, я себя оправдал, всё хорошо, ставлю вас. Но то, что внутри что-то... Внутри, да, невинно не может быть, ну, уже есть сигналы от космоса, да, грубо говоря, внутреннего и от внешнего, уже нельзя просто так считать, что они отсутствуют. Есть, конечно, умельцы, которые вытесняют это очень хорошо, но на самом деле радуйся, ты всё-таки не можешь полностью вытеснить, это радуйся. Ну, нужно вытеснить, я не знаю, есть люди, которым это отдаётся быстро, есть люди, которым это не даётся вытеснить совсем. Тут нет вопроса, нужно или не нужно, есть такая роль, и периодически мы в неё играем, да, когда вы вообще играете какую-то социальную, например, роль. Вы всегда полностью ей соответствуют? Нет. Нет. Конечно, нет. И слава Богу. Да? Есть какие-то моменты, когда полностью, ну, какое-то совмещение этих двух матриц, да, и я полностью вхожу в эту роль. Но потом же очень тяжело выйти оттуда. Угу. Даже у актёров существует такое, такое профзаболевание, профдеформация. То есть так много ранее, так много раз я ассоциировался со своим персонажем, что потом где я? Да, и дальше начинается как в анекдоте про актрису старую, да, знаете, да, которая не могла понять, что она существует, что она живая, если её два раза в час не отражалась в зеркале. Ну вот, получается вот так. Нету другого, нету другой точки отчёта. На самом деле, наверное, это не очень хорошее состояние. И вот это невинное состояние, которое бывает у детей, например, которые действительно не знают. Ну, вспомните какой-то момент, когда вы ещё не знали о том, что такие проблемы существуют. Это же была невинность, а проблемы же существовали. И даже сейчас, когда вы об этом вспоминаете, вы же всё равно знаете, что проблемы уже есть. Но состояние вспомнить можно. Ну, вот речь, наверное, об этом больше. Поделитесь, кто-нибудь хочет поделиться своим каким-то… Давай, без случая, загости. Скажи. Да хоть чем-нибудь. Поделись чем-нибудь, не жать ничего. Ну, у меня проблемы. То есть, когда я осознала, что вот я больше того, чем моя проблема, смотреть мне стало легче. Что с телом происходило в этот момент? Дыхание. Кто-то говорит, у меня выровнялась спина. Замечали такие маркеры, да? Да. У меня дыхание стало более глубоким. Как только наше внимание… Как возникает паника? Это наше внимание отсюда переходит в голову резко. Все. Вот тут что-то стучит. Там уже мысли понеслись. Все. Вот это паника. Привет. На самом деле сталкиваясь с чем-то новым и неизведанным. Возможно, с тем, что мы вначале считаем больше себя. Есть страх, да? А есть… То есть, негативные эмоции дают страх, панику и дают блокаду. Разбираться с этим не хочется. Если вы это переводите в какую-то нейтральную эмоцию… Без эмоций все равно нельзя. И люди, которые говорят, я не хочу испытывать какие-то эмоции по этому поводу… Ну, эмоции – это топливо для нас. Ну, как без них? Это все равно-то, на чем мы катаемся. Куда мы захотим поехать – это другой вопрос. Вот. Нейтральная или позитивная эмоция, она все-таки является каким-то прогрессом, поиском вариантов, каким-то комбинаторикой какой-то, да? Включается творческий процесс. Это очень хорошо. Негативные эмоции, к сожалению, творческие процессы редко включают. Особенно такие эмоции, как страх и так далее. Ну что, хочу вам сейчас рисовать такую штуку. То есть проблемы – это проблемы, драконы – драконы. Но нужно же совместить свою ядру… Были такие запросы по поводу… У меня так много ролей, я не знаю, да кто я, или там… Хочу поменять репертуар, и так далее. Вот то, что сейчас я вам хочу предложить – это и есть способ найти нового себя в том, что сейчас происходит. Мы сейчас сколыхнули ваше пространство. Нашли дракона, поисели эти роли такие, да? И сейчас мы как раз будем собирать свою идентичность из того, что есть прямо сейчас. То есть будем ускорять этот процесс формирования нового ядра этого. Это называется матрица идентичности. Как все гениальные вещи, очень просто. Нарисовала я божественные классики. Действительно, не, ну в прямом смысле божественные классики. У нас есть шесть состояний. Первое из них – ядро. Что это такое? Это то, чем я был, буду и есть. Это то, что неизменно в нас. Это то, что что бы ни происходило вокруг, я этим являюсь все равно. Когда сменяется череда каких-то идентичностей, ролей и так далее, есть что-то, что незыгримо. Что, как говорят буддисты, да? Вспомни свое лицо еще до своего рождения, до своего зачатия. Вот это именно то самое. Какое лицо до зачатия? Непонятно. Но, тем не менее, есть какая-то, не знаю, какая-то конфигурация, да, или какая-то ядрышко, молекула, может быть душа, я не знаю. То, с чего все начинается, и оно всегда присутствует. И когда наше тело уже придет в какое-то другое состояние, оно все равно будет присутствовать. Ядро. То, что мы есть, были и будут. Второе. Это потенциал. Ядро. Это то, что мы осознаем? Нет, не обязательно. Сейчас расскажу. Мы будем работать с символами, потому что как-то умом Россию не понять. И то, что я сейчас буду вам предлагать, логические конструкции не выдерживают этого. Будем работать исключительно с символами. Второе. Это потенциал. Это то, чем я хочу быть. И чем я могу быть. Я еще не это. Я еще этим не стал. Да? Но я подозреваю, что у меня есть такая возможность. И мне это нравится. Вот что такое потенциал. Ограничение третье. Знаете, есть такая фраза. Как бы я хотела быть или так? Хотел бы быть этим, но мне не дано. Но никогда не стану. Уже слишком поздно или уже слишком рано. Все стало слишком поздно. То есть некое ограничение. Я хочу этим быть, но знаю. Я этим никогда не стану. Ну вот, например, я знаю, что я уже болели, но никогда не стану. Профессионально. Но это на таком, на физическом уровне. Мы же говорим это о себе еще и на других всяких уровнях. На эмоциональном, на ментальном, на духовном. Хочу быть, но никогда не стану. Это не случайно называется ограничение. Это всего лишь наше ограничение. Четвертое. Граница. Не надо путать с ограничением. Это, знаете, такое состояние, когда человек себе говорит, стоп, дальше я не пойду. Это то, чем я не хочу быть и знаю, никогда этим не буду. Понятно? Да? Я никогда не буду под... Я знаю, что я не подлец и подлецом никогда не буду. Например. Или я знаю, что я... То есть это моя граница. Это моя граница. Дальше я не пойду. Только в негативную сторону. Да. Да. Она только в негативную сторону. Это моя граница моего существа. Я знаю. Дальше я не двинусь. Мои принципы такие. Понятно? Ну, с другой стороны, только с негативным. Я не хочу этим быть и никогда не буду. Ты про что так обычно можешь сказать? Ну, в общем, да. Тело это прекрасное. Прекрасный удар. Следующий момент. Изъян. Я не хочу этим быть. Но я боюсь, что это где-то есть. Присутствует во мне. Я очень не хочу этим быть. Но я знаю, что есть такая негативная возможность. Понятно, что это? Я знаю, что нельзя обманывать людей, но понимаю, что потенциал у меня этот негативный имеется. Я не хочу. Я не хочу. Я знаю, что иногда могу не выдержать. Я знаю, что нельзя брать чужие деньги. Я знаю, что нельзя брать чужие деньги. Если никто не видит, я не знаю, может, я не держусь. Это такие штуки, которые действительно у нас есть. Мы подозреваем. Кроме нас их, может, никто и не знает. Да, это такие тайны, которые мы тщательно там храним. Я не буду об этом рассказывать. Они все равно не узнают. Я не хочу этим быть. Я знаю, что это плохо. Но подозреваю, что есть такое. И сдам. Не хочу быть. Но боюсь, что могу стать. Нет, я очень боюсь, что я могу этим стать. Я не хочу этого. Понимаешь? Понимаю. Там не боишься этим стать? И самое главное, тень. Это то, чем я не хочу быть. Но где-то в глубине себя, я знаю, я всегда этим буду. Это та тьма в нас. Понимаете? Как бы человек соткан из одного из другого. Не хочу быть, но всегда тут. Мы обычно это не принимаем в себе. Это очень сложный такой аспект для осознания, для рационализации, для того, чтобы это вытащить из себя на свет Божий. Потому что очень-очень нехорошие вещи мы думаем о себе и вытесняем их. Да? Тень. Не хочу быть, но всегда буду. Поскольку мозг наш, он склонен играть во всякие такие игры сейчас.